СОБЫТИЕ ГОДА С этим событием футболистов, фанатов и всех жителей области поздравил губернатор Василий Голубев. У нас впереди очень большая серьезная работа. Команда впервые стала обладателем серебряных медалей чемпионата России. Команда впервые вошла в лигу чемпионов. У нас есть одна цель двигаться вперед. И еще раз хочу вместе сказать спасибо! 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 Но чтобы туда пробиться, ростовским футболистам предстояли отборочные матчи. Вот именно отсюда и началась славная и современная история ФК Ростов. В третьем квалификационном раунде ростовчане сыграли с бельгийским Андерлехтом сначала в ничью 2-2, а в ответном матче забили сопернику два безответных мяча. Затем Ростову достался голландский клуб Аякс. В гостях, сыграв ничью, забив по одному голу, на своем поле разгромили соперников со счетом 4-1. Групповой этап Лиги чемпионов преподнес ростовчанам сюрприз и соперники достались именитые. Немецкая Бавария, ПСВ из Эйнтховена и Атлетика Мадрид. Дебютный матч для новичка Лиги чемпионов стал разгромным. Бавария забила желто-синим 5 безответных мячей. Но после наша команда не посыпалась, дважды сыграв в ничью с ПСВ, навязав борьбу мадридскому Атлетика и, конечно же, вернув должок Баварии. После сенсационного матча на тот момент главный тренер желто-синих Иван Данильянц поздравил мужиков с победой над именитым клубом. Мы поздравляем вас и ребят наших с этой великолепной победой, которая, безусловно, будет особой строкой выделена в истории ростовского футбола. Вам Бекич поздравил всех и он сказал, что вы написали сегодня историю. И три раза эмоционально очень сказал «му-жи-ки». В итоге, заняв третье место в группе, желто-синие прошли в весеннюю часть Лиги Европы УЕФА. Соперники Ростова по 1-16 финала – чешская Спарта. И по сумме двух матчей ростовчане разгромили чехов 5-1. А затем встретились с английским грандом Манчестер Юнайтед, будущим чемпионом Лиги Европы. Первый поединок на Олимпе закончился ничейным результатом 1-1. О том, как это было, рассказывает мой коллега, спортивный журналист телеканала «Дон-24» Роман Саганов. Ростов продолжает писать историю отечественного футбола как главный автор. И Манчестер Юнайтед на нашем фоне суперклубом не выглядел. У нас получилась ничья, больше похожая на победу. Кроме того, в знак донского гостеприимства ростовский фан-клуб приготовил подарки зарубежным коллегам. Теплые пледы, чтобы не замерзли гости с Туманного Альбиона. Однако по итогам двух встреч, ничейного результата дома и минимального поражения в гостях, ростовчане уступили и закончили свое славное выступление на стадии 1-8 финала, что является наивысшим турнирным достижением команды в Лиге Европы. В первом сезоне Еврокубков были не только победы и поражения, но и отличная пресса. Испанская газета «Эль Мунда» после победы ростовчан над топ-клубом мира написала, цитата, «Баварцы были поражены огромной энергией команды, занимающей шестое место в российской премьер-лиге». Редакция издания назвала победу незабываемой для Ростова, а команду – палачом Андерлехта и Аякса. Уже летом фанаты вновь пережили эмоции победных Еврокубковых матчей Ростова. Это произошло на премьерном показе фильма «Мужики». Он состоит из нарезок самых зрелищных эпизодов прошлого футбольного сезона и всегда будет напоминать об огромных достижениях Ростова. Проголосовать за лучшие события года можно на сайте don24.ru. К новому году мы определим победителя. Продолжение следует...